Дмитрий Владимирович Маслеев. Родился 4 мая 1988 года в Улан-Удэ. В 7 лет начал обучение в музыкальной студии средней школы. В 10 лет дал свой первый сольный концерт. В 2000 году поступил в музыкальную школу номер 5 города Улан-Удэ. В 2001 году стал первым победителем международного конкурса «Найдал». Регулярно выступал в концертных залах города. В 2002 году Дмитрий поступил в Новосибирскую музыкальную школу-колледж имени Глинки. В 2004 году стал лауреатом первой премии на пятом международном конкурсе юных пианистов имени Николаевой в Брянске. В 2006 году поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В 2014-2015 годах стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо в Италии. Лауреат 21-го международного конкурса пианистов Рим. Италия, 2011 год. Премия Шопен. И международного конкурса имени Антонио Наполитано в Солерно. Италия, 2013 год. Победитель 15-го международного конкурса имени Чайковского в Москве. Как и когда в вашей жизни появилось увлечение музыкой? Мне очень повезло. Я в 14 лет поступил в среднюю специальную музыкальную школу-колледж в Новосибирске. Это замечательное учебное заведение музыкальное, где, ну так называемая десятилетка, где все предметы по большей части музыкальные. Конечно, есть и общеобразовательные, без этого никуда. Но дело в том, что все вокруг, все твои одноклассники, это музыканты. Поэтому вся атмосфера, ну просто способствует тому, чтобы музыкальные твои способности продвигались вперед. И, конечно, педагоги там все замечательные. И после этого я поступил в московскую консерваторию, проучился там 5 лет. И еще в аспирантуре учился. И еще один год был на стажировке в Италии. В каком возрасте вы поняли, что хотите связать профессиональную жизнь с музыкой? На самом деле такого момента нет. И я даже не могу сказать, что когда вот тут произошел тот день, когда я сам решил для себя, что буду заниматься музыкой. Мне кажется, что вообще в жизни людей, ну, редко встречаются такие моменты, когда он вдруг осознает, что он будет делать. Все это происходит очень медленно и постепенно. И если у тебя что-то начинает получаться, и вокруг и педагоги способствуют тому, чтобы получалось, и родители поддерживают, то, ну, вот, и по итогу у тебя не остается иного выбора. Но это и хорошо, потому что ты сам уже хочешь продолжать. И, ну, мне кажется, что вот в возрасте там от 14 до 18 лет я, ну, наверное, понял, что, ну, скорее всего, жизнь будет связана с музыкой. В каком плане, я, конечно, не подозревал. А то, что я вот буду солистом, ездить с концертами по разным годам, я даже мечтать не мог. Ну, это, можно сказать, мечта несбыточная была, но она сбылась. В вашей семье есть музыканты? Кто воодушевил вас? У меня в семье не было музыкантов, и мы, в общем-то, даже не предполагали, что там в 7 лет можно заниматься музыкой. И так получилось, в общем-то, даже по ошибке, что мы записались в музыкальный класс. И это даже было не в музыкальной школе, а в обычной общеобразовательной. Родители меня, насколько я помню и знаю, хотели в математический класс отправить. И уже даже была договоренность, что все вот туда поступает. И как-то так получилось. Я не особо хорошо помню тот день и почему так получилось, но хорошо помню вот, что мы зашли вот в дверь театра, ну, где в школе, где проводились так называемые вот вступительные испытания. Я даже не знал, зачем, что, почему, но что-то там сделал, и по итогу оказался в музыкальном классе. А там уже спасибо, конечно, педагогам, которые, ну, благодаря им полюбил музыку. Как получилось, что вы поступили в музыкальную школу в Новосибирске? У нас и в республике проводится такой конкурс музыкальный. Сейчас, наверное, он международный. Тогда был республиканский, называется «Найдал». И так получилось, что вот мой педагог, Ольга Андреевна Черных, она, ну, не знаю, может быть, очень хотела, чтобы я принял участие. Но, в общем, мы готовились к этому конкурсу. И это было даже во время конкурса, это первый раз, когда я поиграл на рояле. Я помню эти репетиции, которые назначались там в 7 утра в филармонии, не знаю, почему так рано вдруг. Но вот к 7 утра мы приезжали в филармонию, поиграли там вот эти 20 минут, что нам отводилось. И, ну, так получилось, что я этот конкурс выиграл. И через год мы решили, что, ну, вот есть такая, даже не через год, в тот же год. Я помню, мы ездили в Новосибирск, а я почему-то тогда вот как решил проявить характер, ну, не там, где надо, решил, что я не хочу уезжать. Хотя надо было, конечно. Вот, но по итогу через год, через год я поступил в Новосибирск. Какой из этапов своей музыкальной карьеры вы считаете самым сложным? Безусловно, это конкурс Чайковского, который мне, опять же, посчастливилось выиграть. И после этого, так скажем, концертная жизнь появилась. И, конечно, подготовка к конкурсу была чрезвычайно сложной. И сам вот этот месяц, когда конкурс проводится, ну, один из самых сложных в моей жизни. Мне за год до этого посчастливилось. Ну, я счастливый человек, мне всегда посчастливилось. Я вот сейчас смотрю. Это хорошо. Быть на стажировке в Италии в одной музыкальной академии на озере Кома. В общем, вся прелесть была в том, что я как раз закончил аспирантуру. И мне, ну, особо некуда было поехать. И вот подвернулся такой шанс. И уроки в этой академии проходили, может быть, одну неделю в месяц. А все остальное время я попросился, давайте я буду оставаться там. Все разъезжались, а я оставался там. И у меня в моем распоряжении было каждый раз три недели свободного времени и рояль. И никого вокруг. И это проходило в такой деревне, где, ну, ничего нет. Вообще ничего. Ну, конечно, все красиво, природа красивая. Здорово, можно было походить, погулять. Хотя я редко этим занимался. Я решил вот посвятить занятиям. Как-то очень по часам все это выстраивал. Но это дало свои плоды. Вы были уверены в своей победе тогда? Или это стало для вас неожиданностью? Конечно, я не был уверен. Да кто уверен? Никто. Я даже не помню, мечтал ли я об этом. Можно было бы или нет. Я прекрасно помню свое ощущение, что было бы здорово сыграть вот там на первом туре. Пройти вообще вот отборочный тур. Их было два как раз. Вот сыграть в Большом зале консерватории тур. Поскольку там и камеры на тебя нацелены, и полный зал слушателей. Ну, это потрясающе. И безумное волнение было. На втором туре, возможно, волнения уже было меньше. Ну, вот как-то к финалу было уже такое физическое истощение сил. Но, тем не менее, все силы надо было собрать, чтобы каждое из последующих выступлений было еще лучше и впечатление еще сильнее. После победы в конкурсе Чайковского, ваша жизнь была насыщена концертами и выступлениями на лучших площадках по всему миру. Как за последний год она изменилась? Все мы знаем, что последний год, я думаю, не только для нас, но и для почти для всех. Был очень тяжелый. Некоторым, конечно, безумно тяжело. Ну, у нас... Я, в общем-то, не жалуюсь, поскольку у нас была довольно насыщенная, ну, по крайней мере, у меня концертная жизнь до этого. Вот, вот, четыре года после конкурса Чайковского. И вот в тот момент, когда все концерты у нас отменились, ну, это, конечно, было такой неожиданностью. И самое главное, никто не знал, сколько это еще продлится. И, думаю, в Европе никто до сих пор не знает, что и как. И, к счастью, у нас в России уже первые концерты, они были в августе, конечно, со всеми ограничениями необходимыми. Но, тем не менее, вот, и даже летом, благодаря нашей филармонии московской, к которой я, в общем-то, отношусь и часто там играю, мы проводили некоторые онлайн-мероприятия, и это и записи, и концерты. Ну, это несколько раз было, что вот позволило себя держать в тонусе и вот совсем не укатиться в такое уныние. Год прошел, ну, конечно, с ожиданием, что все вернется на круги своя. И до сих пор мы надеемся, что все будет хорошо, и все будут здоровы, и все прекратится. Вы приехали в Карачаево-Черкесию дать мастер-класс юным музыкантам республики. Как давно вы практикуете такой формат? Это же вот, когда попросят, тогда я, конечно, не отказываюсь. Здесь всегда здорово посмотреть на молодое поколение и чем-то помочь, а главное, может быть, воодушевить. Я надеюсь, что это получается. Как вы отдыхаете от работы? Конечно, я очень люблю, особенно вот последний год, когда все сидят дома и приготовить что-нибудь вкусненькое, а затем поесть что-нибудь вкусненькое, посидеть на диване, посмотреть кино или сериал. Хотя это не отменяет то факт, что вот когда постоянно сидишь дома, все равно хочется куда-то выйти и поменять обстановку. Расскажите о своей семье. У меня есть два брата, и вообще вся семья, в общем-то, родные, они близкие живут в Петербурге, я живу в Москве. Но папа часто приезжает, каждый раз приезжает на мой концерт в Москву, конечно, я очень рад. И, конечно, каждый раз бывает на концертах в Петербурге. Вы можете поделиться секретом успеха с начинающими музыкантами? Есть такой рецепт? Я думаю, что рецепту никто не скажет безоговорочным, потому что, безусловно, в карьере есть элемент удачи, и он очень большой. Ну, что я посоветую? Заниматься больше, чем хочется. У вас сложилась блестящая музыкальная карьера. А были ли в вашей жизни поражения, и как вы их воспринимали? Ну, у нас же очень распространена практика музыкальных конкурсов. Ну, а там, очевидно, что есть победители и есть проигравшие. Вот, ну, не всегда удается быть в числе победителей. И как с этим справляться? Ну, мне кажется, что очень важно, чтобы близкие люди были рядом и сказали нужные слова. Потому что, если бы ты один и постоянно с этим справляешься, ну, это сложно. Можно просто уйти в такую рекурсию, что ты накручиваешь себя и по итогу думаешь, ну, вот, а зачем это все? Участвуя в разнообразных конкурсах, вы обнаруживали в себе новые качества. Мне кажется, что как раз качества открываются полезные, амбициозные, как раз в момент подготовки к конкурсу. Поскольку ты, если серьезно готовишься, то это такая концентрация силы внимания и нацелена на одно событие, что все, в общем-то, становится неважным, кроме этого. И это хорошо двигает вперед.